всем привет ребят ну что кончился чемпионат мира французы выиграли скажу так заслуженно выиграли хорваты были тоже неплохие вот но не повезло скажем так ну как не повезло немножко где-то у них были промахи конечно в общем все французы лучшие в мире на данный момент и на этом значит дискуссии в принципе заск закончены вот ну а у нас сегодня начало шпермиуля электрического так сказать да вот и данный момент мы как раз едем смотреть что люди выставили улицу вот я думаю что сейчас как раз после футбола вот и начнут сейчас выставлять выносить ну нам еще час ехать минут 15 еще точно поэтому в принципе приедем пока пока там по улице покатаемся будет уже то время которое нужно вот ну что удачи нам и будем смотреть что лежит я вам буду показывать смотрите ребят 4 стиральные машины 4 или 5 даже 5 короче кому надо забирай блин по мебели вот такое выкинули короче диван и короче гарнитур два дивана и кресло вот здесь еще куча вот такой пылесос но он старый субвуфер стоит и вот от этого пылесоса вот что я взял вот это самое классное это это то что мне сейчас надо как раз смотрите какой аппарат смотрите винтаж блин шнайдер кассетник cd-шка радио здесь томсона короче усилитель нет это девяти плеер это вообще не знаешь что такое это панасоник это кассетник ну колонки от этого шнайдера вот тут еще всякая всякая свеча на посмотрим елочные игрушки что то интересно тут всяких ключей и прибамбас возьмем это с собой потом посмотрим эту шкатулку вот ребят первая куча компьютеры один разобранный один нормальный я его заберу монитор не надо но остальное принципе шняга вот этот компьютер я заберу так что поедем сейчас смотреть дальше пока это положу машину вот ребятки стоит тут кое-что но это по моему кофе-машина хорошая сейчас посмотрим кофе-машину неплохую взял там одну только крышки не хватает ну естественно посмотрим работает или нет а вот тут еще одна пучка холодильник телевизор не какие-то тут короче фигня ну ладно они нам не нужны такие поедем дальше целая куча всякого винтажа блин что за винтаж даже не буду раскурочивать по им дальше немножко металла но он ничего не стоит здесь что это металлическая в принципе вместе есть есть вот такие вещички которые из бронзы можно все забрать потому что они весят неплохо мама смотрим что здесь здесь какой-то винтаж причем его разобрали конкретно разобрали не соберешь вот ну вот такой вот системник короче системник вот такой пока я убрать не буду потому что я думаю что он нахер никому не нужен будет стоять потом на обратном пути я его возьму афинаш прикольная куча еще одна прикольно но здесь ничего принципе нет единственное что вот этот вот вот это можно взять сейчас короче ехал смотрю пацаны пацан на велосипеде там что-то пытается что-то загрузить прикрутить к багажнику блин там куча такая не неплохая была да и они там я говорю ты чё все хочешь на велосипеде унести мне сейчас коллега там ну короче друг придет и прибегает один тоже без ничего ну короче пешком блин я говорю вы блин купите хоть себе какую-нибудь машинку блин чтобы можно было что-то возить смеются в общем вот так вот такие конкуренты местные здесь здесь вот тоже еще куча но тут блин чё-то все такое грязное даже не хочу смотреть что-то поеду дальше прикол смотрите сколько стоит причем все винтажное и вот это вот это стоит вот та вот вещица видите да блин это называется музык труя короче это такая вещь интересная если бы вот как бы смотрите видите здесь проигрывайте радио есть мы вот это еще для чего такая вещь раньше было интересно сейчас это конечно винтаж но занимает очень много места вот ну естественно мы брать такое не будем поедем дальше смотреть здесь ну электрохлам конечно хлам действительно но вот тут проводов много вот но сегодня это не наша задача собирать провода мы будем искать электроприборы хорошие еще одна куча речь очередная тут что-то интересное есть вот тут вот такой винтаж есть и вот такое есть но смотрите неплохой был аппарат моего что-то на него загорелась короче его спалили медиа 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 он был аппарат единственно от него может быть еще акустика нормально акустика у него вот такая принципе акустика неплохая можно и взять я посмотрим что еще есть ну и телефон кинута какой-то аппаратик ладно посмотрим сейчас смотрите вот набрал короче на электро шпермюля вот такие вот три системника но и старенькие конечно будут разобраны на финаж здесь еще металл то у нас бронза наверно килограмм так с 10 5 7 10 килограмм где-то вот так то есть нормально два телевизора самсунг и блау пункт ну блау пункт маленький чудо мне не охота даже за ним вылазить а вот самсунг у него битый дисплей вот так вот сейчас выйду посмотрю так блау пункт самсунг с битым дисплеем даже не стоит его заморачиваться а блау пункт посмотрим кучка хлама но лежит ноутбук ноутбук надо забрать ребят отойду от темы электроники и шпермюля вот хочу показать вам сейчас на рынке автомобильном германии появились и такие автомобили раньше их не было вот сейчас буквально недавно появились посмотрите вот такой значок называется машина санг-йонг короче это чистый китаец по моему уже вот и модель называется тивальти вот нет это корея кстати модель корея но какая-то марка другая вот вот написано модель корея санг-йонг тивальти ну корейцы в принципе уже машина умеют делать поэтому я не сомневаюсь что она неплохая вот смотрим внутри ну салон ничего так хорошо выглядит дело в том что вот вот двадцать две тысячи восемьсот девяносто но она сейчас удешевлена на 19 тысяч четыреста девяносто вот такая вот машина ну не сказать что джип но это такой вот полу джип скажем так вот ну и вот еще одна тивальти а вот еще какая-то другая модель г-20 д коран да вот тоже интересно наверно даже еще побольше чем-то вот они сновья сновья машину вот но это как уже как галендо вагн считается я так думаю двадцать пять тысяч стоит чат посмотрим что у нее здесь есть итак у нее 150 лошадей 2 литра двигатель евро 6 все самое 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 последнее у нее 21 1491 стоит ее удешевили кстати вот но это может быть это ловко такая ладно вот такие вот машинки китай корейские появились у нас на рынке ну так вот немножко агрессивно она смотрится спереди нормально и кроссер стоит не знаю сколько стоит на кучка здесь какая-то печка косилка но и ноутбук лежит ноутбук я щас пойду заберу педа хлам что здесь интересно здесь интересны вот эти вот две детальки которые очень тяжелые и они из как его называют из бронзы сделаны поэтому вот это мы сейчас постараемся отсюда вытащить и забрать вот она одна тут килограмм наверное будет 15 точно бронзы да да вот еще куча что тут интересно надо смотреть мне кажется этот суббук интересно то и нету я думаю что ни хрена тут ничего интересного тут только еще одна кучка здесь вот еще одна куча но тут тоже ничего взять нечего ну печки эти в семя конечно не менее интересует вот хотя можно было бы и заморочиться люди есть люди которые собирают это все но я не буду делать пусть им тоже достанется еще очередная куча короче ну тут написано что машина дефект вот такими кровель короче всякие хлам пылесосы как раз то что я не беру вообще так что видим дальше ребят всем привет вы на канале тесла ну что шпермюль шпермюль у нас шпермюль был находок ну очень много поэтому скорее всего видео будет состоять из двух частей вот этот за один раз показать все но очень долго это бойцы вот что у нас значит по находкам ну начну с того что стоит на столе что позже сразу отсортировать что к чему короче вот такая кофе машина банны значит сейчас я выключу свет будет лучше видите да у нее дисплей работает кнопка включения работает честно просит воды добавить но у нее не хватает здесь крышечки не хватает вот здесь поддона плюс значит я когда ее разобрал не разобрал посмотрел открыл одну крышечку вот здесь одну крышечку вот здесь вроде бы все на месте но несколько болтов было откручено значит в нее залазили значит что-то в ней не то то есть как бы можно было бы заморочиться купить поддон и крышку но раз в нее лазили штаны там что-то не то то я думаю этого не стоит делать ее нужно просто так поставить на продажу на запчасти кому-то вот потому что видно что значит ну как бы электроника у нее работает здесь у нее все на месте там вот этот вот варочный блок то же самое все на месте в общем на запчасти если поставить ну можно за нее полтос поймите вот так что пусть вот так вот она у нас пока стоит здесь вот такие вот вещи были тоже значит что у нас здесь ребят сейчас был включать смотреть вот один включая он не включается вот здесь работает здесь отключился power здесь все лампочки загорелись сейчас они потухли но они должны здесь мигать что это у нас это у нас дождь телеком спит под в 724 фау типа у меня дома точно такое стоит он выдает до 300 мегабит про секунду ну в секунду до мегабит секунду короче много он выдает нормально практически один из самых последних вот этот почему-то не работает мне интересно они были кстати вместе ни фига себе блин я не хочу раскручивать его но смотрите она сейчас я свет включу вот получше видно смотрите как здесь стрельнула аж плата блин дырявая вот что-то там короче рвануло здорово здорово ну естественно его сразу надо выкидывать мешочек блок питания оставлю от него пригодится он неплохой вот мы пока перейдем дальше к находкам а вот такая вот попалась мне ну так случайно принципе там взял пару каких-то кулечков а она вот эта вот штука там была и как она вот это делается скажите мне короче такая машинка для подстригания вот эта насадка насадка регулирует я так понимаю вот вот так вот она регулирует длину волос длину стрижки в общем прикольно такая называется ремингтон не знаю кому не подарю не знаю мне не нужна кому не подарю кому надо так дальше 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 ребята дальше у нас сейчас я сначала по крупненькому пройдусь вот такой был взят системе что у него сам системе в принципе пустой ну как нет он не пустой он полный здесь даже вот кнопка нет кнопки включения нет дело не в этом дело в том что вот у него материнская плата в принципе вот сама вот эта штука блок питания не очень материнская плата вроде бы ничего я вот тут ее открыл уже закрыта открыл снял вот эту штуку люфтер или кулер так вот значит что у нас там стоит у нас стоит amd феном 2 2009 год я там модель сейчас не вижу в принципе посмотреть в общем феном до 2 и я не хочу смотреть на его в жопу короче оперативки здесь стоит 4 гига дтр 3 ну в принципе неплохая нормально материнка нормальная поэтому считать что зачетно я сниму ее корпус выкинув кулер оставлю так что убираем сторону будем дальше смотреть будем дальше смотреть дальше значит сейчас я покажу вот так буду показывать и сразу убирать ребят вот это вот было снято с компьютера ну который старый который там убитые это все на наш это все будет продано но вот тут еще и еще и еще короче в общем вот сколько материнских плат старых и это все пойдет на афинашик еще интересного сейчас я вам покажу значит были найдены вот такие две насадки для пылесоса 1 2 я их обе проверил они обе рабочие все нормально все пучком когда их нашел я сказал вот это мне как раз таки надо потому что у меня вот как раз пылесос к ним это тот пылесос которым они подходят и пылесос сам рабочий и эти насадки рабочие и я вам скажу все это в комплекте стоит неплохих денег поэтому еще одна находка будем считать очень даже зачетная убираем в сторону я сейчас вам покажу несколько мелочей значит ну во первых был найден вот такой вот блок питания блок питания не хилый он у нас аж на 700 ватт короче уже попадались мне такие что это такое в принципе он даже очень-очень вот поэтому тоже зачетная находка я его конечно проверю я еще не проверял но проверю его вот я думаю что проблем не будет вот ну и вот тут у нас всякая мелочевочка сейчас мы уберем блок питания мелочевку посмотрим значит что у нас любят ну во первых вот такой вот жесткий диск я уже подключал на нем там были какие-то блин прибамбасы мне кажется от навигации но в общем похоже похоже было что как навигация там было не знаю для чего вообще я все стер оттуда здесь стоит на 320 гигабайт жесткий диск так что в принципе тоже зачетно неплохо рабочий все нормально я все стер оттуда нафиг nokia телефон очередной nokia откроем посмотрим что там не открывается ладно не открывается и нахер он нужен тут кнопочка почему-то вдавлена ладно вот так закинул вот так вот медиан навигация карта стоит единственно найти сюда блок питания попробовать работает или нет вот а тут у нас два фотика значит это casio xlim 81 мегапиксель кстати вот он он кстати шпахи фон рабочий рабочий полностью я им пробовал уже фотка на нем в нем не стоит карта но его внутренняя память в данный момент уже загружена и поэтому поэтому так поэтому он говорит что что он не хочет фотографировать больше шпайкер фолида значит ну память пола заполнена вот а так принципе рабочий все нормально включаем его вложим 100 вот и еще один был неплохой такой на один это канон у нас такой мощный да и вот она включается но у него проблемка у него проблемка он пишет сейчас будет писать вот давай напиши чуть-чуть вот он пишет объектив феля то есть ошибка объектива вот здесь что-то что-то не то вот ну мучить я его не буду потому как я не знаю что с ним и так далее неплохой вообще фотоаппарат я думаю что у юны он и не дешевенький был что здесь здесь у них краю избеги так дали там все короче все прибамбасы вот думаю что он неплохой был сколько у него пикселей то 12 нет не 12 12 это у него сум пиксели у него а ну да 12 1 мегапиксель в общем такое фотоаппарат дальше дальше такой дисплей был вроде бы как бы вроде бы как бы и целый то есть вот так выглядит но это дисплей маленький этот дисплей на 156 это 156 я не знаю короче положу возможно когда-нибудь это пригодится вот по крайней мере выглядит он не битым мы проверим проверим несколько видеокарточек было найдено вот такие допустим от фирмы asus вот такая среди меньше он уже короче батарея от ноутбука samsung причем вот смотрите еще даже это показывает почти почти полный заряд не 8 процентов заряда дальше у нас вот такой адаптер идет для это для монитора монитор так 19 вольт принципе 19 вольт или для монитора или для ноутбука пойдет тоже вот такой блок питания это тоже кстати айсус телефон очередной сименс как всегда смотрим что здесь как как они придумали батарею ставить ну вот сим-карты нет пойдет телефон короче в общую кучу айсус я уже показывал да показывал еще одна тоже и землей это у нас какая-то еще 3d там написано что-то ну в общем тоже такая вроде как бы затычка да но такая полезная вещь всегда можно в компьютер поставить проверить по крайней мере работает он вообще нет так здесь у нас один гигабайт оперативки и здесь один гигабайт оперативки ну и очередной раз у такой штуку нашел тоже положу и прошелся одну нашел но она не работала и эту положим проверю все работает оставлю вот ну что вот такие вот у нас находки ребят пока я потому как видео будет очень долгим если я буду продолжать вернее нет сейчас сделаем так у меня живут еще шкатулка я специально еще блин эту шкатулку оставил давайте так и шкатулка будет последняя что мы проверим посмотрим вернее что там есть я там кстати когда ее открывал когда ездил открыли а кое-что интересное видео вот поэтому я думаю что сейчас будет интересно что-то там мне так кажется ну и на этом будем заканчивать короче сейчас посмотрим а потом во второй части вы увидите все остальное что я нашел и так у нас вот я тогда открыл я сразу видел что здесь я для просто видел здесь пару часов вот в основном тут ключи одни такой кошелек такой кошелечек для ключей 2 не знаю кто-то собирал их короче вот так вот все это выставлять вот часы одни часы другие интересно вот эти больше не интересует чем другие вот сейчас все по порядку здесь ключей море ключей вот это походу от вот этих часов браслет и вот эти вот ключи которые бронзовые я их сразу буду откладывать в сторону потому что они пойдут на металлолом все остальное я выкину так вот здесь у нас будет металлолом лежать а все остальное я выкину вот кстати хороший имбус ключик маленький вот все это конечно мне не нужно здесь какое-то колесо машинки вот эти ключики я выкину блин чё за домушник действительно нифига сколько ключи это что только на собирание точно какой-то домушник мне выкинул смотрите ребята сколько 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 всяких разных здесь смотрите какие вообще интересные не с секретом какие-то вау охренеть так это личинка замка здесь сразу смотрите вот так уставляется это личинка замка здесь сразу с ними ладно мне это все не надо нафиг мне нужно все это сейчас будем смотреть так ключи, ключи, ключи ключи, ключи, ключи мы ищем только только интересно вот какой-то значок какой-то стрёмный оставим опять ключи какой-то брелок с ключами еще один брелок с ключами еще один брелок с ключами еще куча ключей да нифига себе так напрягать на металл сейчас я все высыплю нафиг блин сразу разобраться вот какой-то значок ворошиловский стрелок а это шутсенфест такой есть местный дебильный праздник вот еще из этого же праздника это праздник который я вообще не понимаю что они там празднуют и что он означает я тоже не могу понять вот еще какой-то значок ну это такие бесконтовые вещи так что у нас здесь а вот смотрите какая-то монетка одна вторая франка ух ты 69 год французская отложу и моим монеткам все ну и все в принципе здесь больше ничего ребят нет вот какой-то еще значок опять же бронзовый оставлю его в бронзе кину и больше ничего особого нету нету так что все это остальное вот а у нас здесь есть часы еще давайте посмотрим здесь часы называется дельма дельма женские дельма это номер стоит там бля-бля-бля короче там расписано скорее всего электронные на батарейке я так думаю я так думаю сейчас посмотрим тоже радует и цвет у них какой-то такой интересный называется 100 часы называется 118 у него 17 камней стоит рубинов 17 рубинов и на обратной стороне написано написано gold platet короче го штайнлес штирбак короче штайнлес штирбак короче ребят если вот так вот вам видно или вот так вот лучше показать может быть кто-то из вас прочитает и поймёт насколько я понял насколько я не знаю вам английский но я понял что эти часы позолоченные потому что написано gold вот gold platet или gold plated короче вот так вот и смотрите вот это вот шняга вот это вот браслет он от них то есть прикиньте да такие винтажные позолоченные часы нехило так а ребята они еще и идут они еще и идут я слышу как они тикают я вряд ли будет вам слышно но они тикают вот такие вот часы короче их почистить я думаю почистить их можно поставить на продажу тем более что они позолоченные посмотрим пробьем а вот здесь еще что-то написано на браслете на браслете написано экспандро патент инован ролет gold made in germany у ничтяк вот это вот вот это мне нравится это интересно по крайней мере уже вот ну а ключики все эти я выкину нафиг вместе наверное вот с этой шкатулкой потому что она в принципе стрёмная наверное я так и сделаю ну и все я ребята значит закончу видео а потом буду это складывать чтоб не шуметь чтоб у вас уши не полопались все на этом заканчиваю всем удачи ну кому понравилось подписывайтесь не забывайте подписываться тоже на инстаграм вот заходите участвуйте в розыгрышах выиграйте всем удачи по жизни и до следующего видео